Привет, меня зовут Сымар и мы приехали в город Мандалай. Приехали сразу, окунулись в колорит, прокатились на местном автобусе, чуть не въехали в аварию на местном автобусе, селились в отель, нам тут вот вам сок, мистер, вот ваш, давайте ваш рюкзак, мистер. В общем, мы в Мандалай, здесь дико колоритно, будем сначала мыться, потом следовать город. Первый момент, который бросается в глаза и под ноги в Мандалай, это дорожное движение. Во-первых, здесь очень немного перегрузка с светофорами, вы сейчас видите один из них, и кто успел, тот проскочил. А во-вторых, дорожное движение здесь очень-очень-очень, действительно очень громкое. Да, на улице Мандалая очень шумно, и здесь очень любят сигналить. В общем, первый квест Мандалая, это реки-дорогу, а второй квест очень интересный. Один из нетривиальных квестов Мандалая, это найти поесть. То есть, либо очень стрёмные, совсем местные едальные, лимб-папсные рестораны. То, что на Мэйске отмечается как фуд, может быть просто терешкой стрит-фудом. Если решить эти два квеста, то Мандалая их, по-моему, может понравиться. Он очень колоритный, здесь много интересных своеобразных улочек, здесь можно найти даже черный китайский католический костел. А поесть, в конце концов, мы все-таки нашли. Острый борщ. Острый борщ. Острый. Теперь поговорим о турмистах Мандалая, благо их не так уж много. Первая и главная из них, это Королевский дворец. Королевский дворец это самое специфическое замечательное, что я видел в жизни. Он находится внутри древнего форта и на территории действующей военной части. На входе вас отбирают паспорт, дают специальный пропуск. Идти можно только прямо по дорожке, никуда не сворачивать, ничего не снимать. Снимать можно только во дворце. Сам дворец деревянный, симпатичный, выполнен в китайском стиле. Но интересен не дворец, интересная дорожка к нему. Продолжение следует... Главная проблема всех турмистах Мандалая, всех двух, это пустынность. Вспоминается Узбекистан, потому что очень палящее солнце, жарко. И есть всякие пагоды храмы, но вокруг них нет ничего. Негде банально купить какой-нибудь водички. Я уже не говорю, а поесть. И написано по-местному. Недалеко от Крестского дворца находится еще одно интересное место. Это библиотека. Но библиотека не обычная, а каменная. Сотни белых ступ, при которых находятся каменные таблички, на которые записаны учения Будды. И не просто учения Будды, а его диалоги с учениками. Такие себе логи общения Будды и его учеников. Кстати, на черном библиотеке лучше наступать, а не реально горячие. Еще одна обязательная точка тур программы по Мандалаю, это Мандалай Хилл. Большой-большой-большой холл, на который нужно подниматься по лестнице босиком. Конечно, можно подъехать почти к самой верхней точке на такси и подняться на лифте, но мы решили, что легкие пути не для нас, и пошли. Подъем занимает где-то минут 40-час, и по пути приходится переступать через собак, через кошек, через курей, уворачиваться бегающих детей, в общем, местная жизнь там бьет ключом. Ничего особо интересного по пути нету, ступени, 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 и периодической площадке со статуями Будды, но мне кажется, что если ты поднялся по этим ступенькам, по раскаленным днем ступенькам, то ты стал ближе к просветлению. Час подъема босиком по раскаленным каменевым ступенькам ради... Эээ... Пойдем покажем, ради чего это все. Ради не очень живописного вида на город Мандалай. Город Мандалай обычно в дымке, я так понимаю, он всегда в дымке, и здесь ничего не видно. Зато радость местным, они фоткаются с нами, им хорошо. Есть Мандалай и не программная, но очень интересная воспринчательность, это старинный деревянный монастырь. Он находится на территории действующего храмового комплекса, то есть там морятся люди, читают мантры монахи, и выглядит он очень красиво. И последний и самый бессмысленный пункт турпрограммы по Мандалаю это мост Убэйн. Длинный деревянный мост через озеро и все такое, но на нем такая провора народу, что за ней не видно ни моста, ни озера, ничего интересного. Мандалай у меня все, и мы видим в программах, но об этом будет дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мне кажется здесь 5 часов по автобусам. А вот вам и пока. Субтитры сделал DimaTorzok